Приветствую всех! Сегодня буду проверять ржаной бездрожжевой хлеб и посмотрю, как он влияет на внутреннюю среду моего организма. И мы с помощью микроскопа с вами посмотрим кровь и определим изменения, пришлись они в лучшую сторону или в худшую. Итак, этот ролик из рубрики от спонсоров. Как я уже говорил ранее, эти эксперименты не обходятся мне бесплатно. Нужны покровные стекла, предметные, скалификаторы, иммерсионная жидкость и аксиол для микроскопа. Ватка, спирты и проверяемые продукты, об этом я даже не говорю. Что мне интересно, я проверяю сам за свои деньги. Но есть те, кто готов проспонсировать проверку продуктов, которые интересуют именно их. Я берусь за такие проверки, но вы для начала напишите лучше мне в личку, чтобы узнать, буду я в себя запихивать то, что вам интересно или нет. А то иногда приходят странные заявки. Ссылки моих контактов в профиле. Итак, сам я пшеничный ржаной хлеб давно уже не ем, но этот эксперимент проспонсирован, да и мне нужна статистика. Так что поехали. Вот моя утренняя кровь. Она немного густовата, но для утра это нормально. Бактерий можно сказать нет. Текучесть средняя. Я съедаю 150 грамм ржаного бездрожжевого хлеба. Жую очень долго и хорошо. В сухомятку он мне тяжеловато зашел, хотя на вид он мне показался очень аппетитным. В общем, мои живые хлебцы мне больше по нраву. И в сухомятку они идут намного легче. После хлеба жду 2 часа и смотрю свою кровь. Эритроциты заметно слиплись еще сильнее. Текучесть примерно не изменилась. Появилось немного бактерий. Я ожидал, что их будет намного больше и картина будет намного ужаснее. Но гной все-таки появился. А точнее мертвые лейкоциты, которые объелись этих бактерий и эндотоксинов. В общем, вывод таков. Как и ожидалось, глютен вызывает воспаление. Так как этот гной неминуемо будет покидать наш организм в виде различных воспалений. Поэтому глютеносодержащими продуктами лучше не увлекаться. А желательно их вообще полностью исключить. От этого вы будете только здоровее.